Вы смотрите новости на канале RTVI. Предвыборный цирк, как называет американская пресса, скандальные события текущей президентской гонки, настиг Барака Обаму в Эфиопии. На четвертый день своего африканского турне хозяину Белого дома пришлось комментировать высказывания кандидатов президента США от республиканской партии. На этот раз шумы наделал не Дональд Трамп, миллиардер, сенсационно лидирующий среди республиканцев, взял передышку, а возмутителем спокойствия стал Майк Хакоби. Комментируя ядерную сделку с Ираном, экс-губернатор Арканзаса, и противник этого соглашения сравнил подписанный в Вене договор с Холокостом. Внешняя политика этого президента – самая беспомощная в американской истории. Это так наивно, что он доверяет иранцам. Поступая так, он берет израильтян и отправляет их к створкам печей. Хакоби добавил, что иранская сделка является, цитата, «самым идиотским решением». Однако представители Еврейского американского совета назвали слова Хакоби самыми возмутительными за последние десятилетия. В схожем ключе высказалась антидеформационная лига США. Сегодня в Адис-Абебе Обама заявил, что история с высказанием Хакоби – это очень печальный инцидент. Возможно, это попытка удалить Трампа из главных заголовков, предположил Обама. Сам он уверен, что соглашение с Ираном пользуется безоговорочной поддержкой мирового сообщества. Соглашение устанавливает беспрецедентный уровень проверки ядерных объектов Ирана, а также содержит механизмы возврата санкций в случае нарушения тегеранам своих обязательств. Хорошая новость, я полагаю, в том, что я пока не слышал от другой стороны фактических аргументов, удерживающих проверки. И причина, по которой 99% населения Земли считают это соглашение хорошим, заключается в том, что это действительно хорошее соглашение. Премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньягу получил конверт, содержащий капсулу с неизвестным веществом. Силы безопасности и пожарная охрана были немедленно подняты по тревоге. При предварительном анализе содержащиеся в капсуле вещество не было идентифицировано как опасное. Однако точно определить, что это проверяющим пока не удалось. Сегодня же похороны палестинского активиста, погибшего минувшей ночью в ходе антитеррористической операции израильских военных, переросли в массовое протестное шествие. Участники процессии в лагере беженцев Каландия несли в руках флаги палестинской автономии и движения ФАТХ, выкрикивали антиизраильские лозунги. Вооруженные люди в масках стреляли в воздух. В ночь на понедельник израильские силовики проводили на западном берегу операцию по задержанию готовивших теракт экстремистов. Один из подозреваемых попытался сбежать. Военные открыли по нему огонь, ранив в ногу. В результате палестинец упал с крыши, разбившись насмерть. По факту смерти дочери Уитни Хьюстон может быть возбуждено уголовное дело. По крайней мере, такого развития событий не исключают специалисты в штате Джорджия, где скончалась Бобби Кристина Браун. Девушке было лишь 22 года. Последние шесть месяцев ее жизнь поддерживали аппараты. Накануне по решению родственников врачи отказались от борьбы. Без вскрытия не обойдется. Полиция подозревает, что кончина Бобби Кристины Браун может оказаться уголовным преступлением. Когда именно состоится вскрытие, не уточняется, но уже известно, что экспертам понадобится несколько недель на лабораторные исследования. Полгода назад дочь Уитни Хьюстон была найдена в бессознательном состоянии в ванной собственного дома в пригороде Атланты, где она жила с мужем Ником Гордоном. В полицейском отчете этот инцидент описан как утопление. Как предположил ее муж, вызвавший скорую, Браун поскользнулась в ванной и ударилась головой. Когда он ее обнаружил, лицо девушки было под водой. По предположению медиков, Браун не дышала от двух до четырех минут. В результате травмы она получила отек мозга и была введена в состояние искусственной комы. На теле Браун врачи зафиксировали синяки, которые ее муж назвал результатом автомобильной аварии, произошедшей несколькими днями ранее. В аварии Бобби Кристина действительно попадала часто. Так же, как и ее родители, злоупотребляла алкоголем и страдала от наркозависимости. По данным журнала People, употребляла героин, кокаин и занокс. После смерти матери дважды попадала в больницу с нервными срывами. По словам родственников, отношения с мужем тоже не были гладкими. Они уверяют, что Ник Гордон грабил Бобби Кристину, избивал ее и откровенно пользовался ее именем. Стоит отметить, что Гордона вырастила Уитни Хьюстон, но так и не усыновила его. Уже месяц назад, когда надежд на выздоровление Браун не осталось, 22-летняя девушка была переведена в хоспис. 26 июля, по решению родственников, дочь Уитни Хьюстон была отключена от системы жизнеобеспечения. Соболезнования семье выражают друзья и знаменитости. «Покойся с миром», – лаконично написала на своей странице в Твиттере Опра Уинфри. «У меня на сердце очень тяжело. Спи спокойно вместе со своей мамой. Мои молитвы с семьей Браун Хьюстон», – делится певица мисси Эллиот. Многие сейчас проводят параллель между смертью Бобби Кристины и ее матери. 11 февраля 2012 года Уитни Хьюстон в бессознательном состоянии нашли в ванной гостиничного номера в Беверли-Хиллз. В отличие от истории с дочерью, тогда полиция сразу же исключила версию о насильственном характере смерти. Очевидный диагноз – передозировка. Все свои средства легендарная певица и актриса завещала единственной дочери. Состояние Бобби Кристины оценивалось в 115 миллионов долларов. К 30 годам девушка должна была полностью контролировать наследство. Теперь средства поделят между собой и ее родственники. Это все новости к этому часу. Итоги информационного дня в следующем выпуске новостей на канале РТВА и в 7 часов вечера по Нью-Йорку. Далее в эфире «Особое мнение».